Приветствую православные! Четверг, 10 августа, и мы с вами продолжаем традицию читать Евангелие с Церковью на площадке Русской Конописной Школы. И сегодня Церковь читает в качестве рядового литургийного, 88-й из начала Евангелия от Матфея, 21-й глава, 43-го по 46-й стих. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, дано будет народу, приносящему плоды его, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И слышав притчи его первосвященники и фарисеи, поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народу, потому что его почитали за пророка». Вот особенно в сочетании со вчерашним чтением, помните, да, оно сдвигается, потому что вчера была память великомученика-царителя Пантелеймона, и чтение рядовое сдвигалось на позавчерашний день. Но вот если мы будем читать, как следует читать в рядовом чтении, то смотрите на мудрость Матери Церкви, как все взаимосвязано, что вот тут есть притча, где никто не прав, один сказал «не приду, но потом пошел», а другой сказал «да-да, иду, но не пришел». И вот тут, да, что отымется от вас, то есть уже от нас Царство Божие, оно будет народу, приносящему влады его, то есть те, которые говорят «Господи, мы хотим быть с тобой» и работают Господу, а не так, как часто у нас с вами бывает. Да, приду и не пришел, то есть всем рассказал, что буду причащаться и проспал, а потом никому не сказал, что на самом деле в храм не пошел, на то, что стыдно. Но вот все думают, какой же замечательный, благочестивый человек. Или опять же, да, сказал «да ладно, да что это, да что там, ну, опять же, вот, пример с Задорновым, который продвигал родноверие, продвигал, а умер в мире с православной церковью». То есть как, ну вот если он по-настоящему так верил, то вот не следовало бы и это проповедовать. Ну тоже, в общем, слава Богу, человек успел причаститься перед смертью, это опять же милость Божия. Но вот в том и дело, что нету положительных персонажей и нету праведников ни одного. И вот трудно идти против Господа, ибо вот камень во главу угла положен тот, к которому пренебрегли строители. О чем мы на каждом всеночном вспоминаем, да, камень Егор же не пригодше зиждущий, и сесть бы из во главу угла от Господа бы сей, и издивен в очи всех наших. И вот тот, кто упадет на этот камень, разобьется, на кого он упадет, того раздавит. И слышав притчи, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И опять же, заметим, Господь не сказал «вы неправы», а Господь сказал так, чтобы можно было извлечь из этого смысл. Смысл был извлечен, и опять же, тут опять нет положительных персонажей. Старались схватить его, но побоялись народу, потому что почитали его за пророка. И вот лето на излете, новый учебный год все ближе, выход из отпуска опять же все так же неумолимо надвигается. Это повод опять же взвесить себя на весах своей совести, что мы сделали за это лето, какие плоды мы принесли, были ли мы положительными персонажами этим летом, помолимся православные и не будем оставлять чтение священного писания.